Великая степь Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач «Казахский музыкальный фольклор». В данной передаче мы поведем речь о таком уникальном народном жанре, коим является караулем. Итак, фольклор кочевников вовсе не выбивается из общего контекста общечеловеческой культуры. Иначе пришлось бы согласиться с тезисом Тойнби об извечной противоположности и непримиримости материальных и духовных интересов кочевников и земледельцев, выражающиеся в противоположности духовной конституции тех и других. Опыт коневодов, кочевников степей послужил непосредственной основой для возникновения оленеводства у бродячих охотников Евразии. Седло, конское сбруя, сабля, многие элементы, бытующие до наших дней военной стратегии и тактики, изготовление войлока и ковров и так далее – все это дали миру кочевники. Но кочевники были не только воинами. Если убрать из многотысячелетней истории оседло-земледельческих народов их взаимоотношения с кочевым миром, то останутся зияющей пустотой многие важные этапы всемирной истории, многие события, сыгравшие важную роль в социально-экономической истории оседло-земледельческих народов, многие элементы их духовной культуры. На протяжении трех тысячелетий существования кочевья мировой исторический процесс протекал в условиях тесного взаимодействия кочевой и оседлой цивилизаций. Поэтому историю Древней Греции, Лидии, Ватикана, Египта, Рима, средневекового Китая, Византии невозможно рассматривать в отрыве от истории кочевых народов Евразии и Африки. Многие обстоятельства истории, которые на первый взгляд принадлежат истории только оседло-земледельческих народов, с таким же правом могут быть отнесены к фактам собственной истории кочевья, и влияние оседлого мира на кочевой в области культуры не было односторонним процессом. Богатство казахского устного национального творчества необычайно велико. Не говоря уж о жанрах музыкального фортлора, словесное творчество включает в себя около 50 жанров и жанровых разновидностей. Это в частности обрядовые песни «Жар-Жар», «Беташар», исполняемые в связи со свадебным ритуалом, «Сэнсу», «Тойбастар», «Коштасу», «Арбау», «Бахсасарана», «Бата», «Жарапазан». Это героические лироэпосы, исторические песни «Дастаны» и «Кысса». Это разновидности поэтических состязаний айтысов, «Бадыкайтыс», «Айтыс юноши и девушки» и т.д. Это толгау, терме, жельдарме, арнау, махтау, уэсьет, ундеу, караулен, такпак, мысал, салемхат. Из прозаических жанров и жанровых разновидностей это ертек, ангме, ангас, ангас ангме, болмыш ангме, щежре, накл, макал, жанлпаш и многие-многие другие. Значительная часть перечисленных устно-политических жанров и жанровых разновидностей бытует и поныне. Разнообразны и типы носителей этих жанров. Это родовые поэты и песенники-композиторы Ак-Ины, вещие поэты и создатели эпических произведений Жрау, исполнители бытовых рассказов, преданий и легенд Ангмеша, исполнители перенятых произведений Жерша, шаманы Бахса, поэты-затейники Сал и Сера, поэты и предсказатели-физиономисты Санше и другие. Итак, один из самых распространенных и любимых жанров казахской народной музыкальной культуры является караулен. Песни караулен могут исполняться профессиональными певцами, их знают Ак-Ины и Жерша, но главный их творец и хозяин – простой народ. Караулен создают, знают, любят и поют мужчины и женщины, старики и дети, молодежь. Караулен – буквально черная, простая. Это народное обозначение жанра, размера, стиха и куплета. Слово «кара» в данном случае указывает на древность, изначальность жанра в народной культуре. Как правило, песни «караулен» не имеют особого специального названия, за исключением тех песен, которые исполняются в апропотках, на концертах, по радио, телевидению, как, например, «Моусумжан», «Ахажан-Латифа», «Елегай». В народе они так и бытуют под общим названием «караулен». Содержание «караулен» разнообразно. Кажется, нет темы, которая не была отражена в этих песнях. В них описаны все стороны жизни казахского аула, природа, животные, птицы, предметная среда, хозяйство, обычаи. Итак, послушайте, пожалуйста, один из примеров «караулен» – казахская народная песня «Секар-Пе». Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому, на мой взгляд, сейчас, наверное, рано говорить о караулен как о сформированном жанре. Здесь крайне необходимо всестороннее исследование. Таким образом, караулен в целом – это древний казахский фольклорный жанр, который довольно широко распространен среди народа. Это очень неприхотливый в области формы, интонации и ритма жанр, который мы и называем караулен. Таким образом, караулен не было ранее объектом специального рассмотрения в казахстанской литературе со времен Чулпана Валиханова, имеются отдельные замечания, наблюдения, высказывания о караулен. Подробный и весьма критический обзор литературы о караулен поместил в своей книге Ахселеусе Димбеков. Не повторяя его, выделим важный для нас момент. Он касается содержания и способа политического отражения в караулен. Ахселеусе Димбеков выступает в развернутую дискуссию с теми высказываниями о караулен, начало которым было положено еще Чулпаном Валихановым. Ученый в своем беглом очерке о формах казахской народной поэзии так пишет о караулен. Караулен – обыкновенная песня, она состоит из четверостишей, заключающих в себе каждую отдельную идею. Эти стихи поются больше для голоса, часто четверостишая не имеет никакого смысла. Эта характеристика поддержана в свое время Хажим Жмалиевым, Уахатовым и многими другими учеными. Ахселеусе Димбеков справедливо возражает против отношения хараулен как к чему-то бессвязному и бессодержательному. В числе его аргументов такое новое для казахской фольклористики понятие, как астар, емюрен, то есть намек, подтекст, символ, который Ахселеусе Димбеков считает художественным средством жанра хараулен. Действительно, символичность казахской народной поэзии – мощный фактор, выявляющий ее национально-культурную специфику. Структура хараулен является своеобразной моделью, колодкой, имеющей всем хорошо известную форму. Особенность жанра заключается в том, что эта модель служит основой для стихотворной импровизации в присутствии публики. Хараулен исполняется, как правило, на тоях, вечеринках, сборищах, словом, публично, а исполнению предшествует приглашение или просьба спеть. Хараулен исполняется часто попарно – двумя мужчинами и двумя женщинами. По очередному выступлению сторон присутствует элемент состязательности, что позволяет относить этот жанр к массовому айтызму. Главная тема хараулен – любовная и шире взаимоотношения между мужчиной и женщиной во всей их неисчерпаемой многогранности. Здесь возможны все оттенки – от намека, игры, легкой заинтересованности до глубоких сильных чувств, подлинной страсти и тоски от разлуки. Вторая тема, почти неотделимая от главной в Хараулен – философско-дидактическая. Моральные сентенции, философские обобщения и наблюдения, наставления составляют суть поэтики Хараулен. Бренность, обманчивость жизни, ее непостижимость, недостижимость идеала – лейтмотив Хараулен. Он переплетается с наставлениями, являющимися сгустками народной мудрости и опыта. Итак, вы слушаете народную песню «Булбулум». Субтитры создавал DimaTorzok «Булбулум» «Булбулум» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Булбулум» Субтитры создавал DimaTorzok «Булбулум» 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 «Белер» «Берсен бер, бермесен ой, соларым бай» «Шан қалған ауа, қайда жүрісің, есқал қайсын ауай» «Булбулум» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, в сегодняшней нашей передаче мы рассказывали о таком уникальном национальном жанре, которым является караулинг, буквально черная простая песня, народное обозначение. Как мы отмечали выше, как и все народные термины, караулинг – понятие многозначное, хотя и вполне определенное. Передача была подготовлена саунд-дизайнером Анарсией Секиной, ввела ее Салтанат Ярмекова. До новых встреч! Вы слушали передачу «Великая степь. Великая музыка».